Полоцк. Отец городов Беларуси. Его называют колыбелью отечественной государственности. На святой земле родились преподобные Ефросинья и Симеон Полоцкие. А главная достопримечательность Софийский собор в первой строчке туристических маршрутов. У подножья памятника поколений расположилось училище. В исторический центр города кадеты переехали в 2022-м, на место, где находилось учебное заведение русско-императорской армии, готовившее детей и подростков к военной службе. До наших дней сохранилась постройка, принадлежащая кадетскому корпусу. За период существования она использовалась в различных целях. Из последнего здесь располагалась местная больница. Дальше планировали создать инфраструктуру для туризма. И вот более чем через 100 лет по коридорам корпуса вновь зашагали кадеты. Было поручено мне председателем Полоцкого горосполкома найти учебное заведение, на базе которого бы открылось это кадетское училище. Ну и так вот оно было открыто на базе четвертой школы. Шла работа, принято решение уже создать систему кадетского образования Республики Беларусь. Ну и постепенно от маленькой школы вот мы пришли к тому, что умеем сегодня. Теперь у училища есть просторное здание, где расположены 12 классов, кабинеты, оснащенные современным оборудованием, общежития на 300 человек. В историческом крыле разместились актовые хореографические залы и музей. Буквально каждый метр Полоцкого кадетского училища пропитан историей, интересная судьба и у боевого знамени. Знамя перевезли в Сараево, затем в Нью-Йорк, где оно хранилось с 1957 года. Путем двухсторонних договоренностей копию реликвии удалось вернуть на родину. Вместе с алыми погонами на плечи кадет ложится особая ответственность. Быть лучшим среди сверстников, более выносливым, старательным и целеустремленным. Решил уверенно быть защитником родины и поступить в кадетское училище. У меня дед, прадед, все были военными. У нас дни не похожи друг на друга. Участвую в различных мероприятиях, патриотические слеты, полевые сборы. В принципе, очень насыщенная жизнь. У нас помимо общеобразовательных есть и дополнительные занятия. Общая физическая подготовка, это призывная подготовка у нас ведется не как в обычных школах 10 класса, а уже с 8. В распоряжении у воспитанников училища центр военной подготовки со специализированными кабинетами. Имеется электронный тир и тир для стрельбы из пневматического и малокалиберного оружия. Осваиваем основные приемы обращения с оружием от снаряжения и от заряжания магазинов до разборки и сборки оружия. Также изучаем тактико-технические характеристики. Потом мы переходим к отработке всех нормативов по огневой подготовке на тренажер. Полоцкая кадетка – одно из немногих учебных заведений, где вместе с юношами обучаются и девушки. Сегодня 85% выпускников готовятся поступать в вузы системы национальной безопасности. Сначала было тяжело, а сейчас ты к этому привыкаешь. Я хочу в военную авиацию, в управление бесплодников. Это новая специальность для девушек и хотелось бы что-то попробовать такое новое. Свободного времени у кадет практически не бывает. Они всегда заняты. Если не познают тонкости военного дела, то разучивают танцы. В арсенале – вальс, кадриль и полонез. Палачане – участники балов в родном городе, Витебске, Минске и даже Кремле. Кадетское училище воспитывает настоящих патриотов, которые искренне любят свою родину. Герой Беларуси Никита Куканенко – выпускник 2015 года. Военный летчик вместе с командиром экипажа погибли ценой своей жизни, спасая жизни граждан, отведя неисправный самолет от жилых построек. Это был обыкновенный парень, паренек такой шустрый, непоседливый. Но, тем не менее, учился он отлично. Уже в самом начале написал замечательное стихотворение о том, что он хочет стать космонавтом и хочет летать. В четвертом классе была мечта стать летчиком. И свою мечту он осуществил. Мы гордимся тем, что наш выпускник не дрогнул в составе экипажа. Они приняли единственное верное решение. Когда дается команда покинуть самолет, они принимают решение. Под нами город. Прыгать нельзя. Патриотизм и духовность – понятия неразделимые. Ведь все лучшее, что есть в жизни, начинается с любви. К родным и близким малой родине, своему отечеству. Эту мысль президент Беларуси Александр Лукашенко особо подчеркнул на церемонии вручения премии за духовное возрождение. Среди лауреатов – Полоцкое кадетское училище. Мы достигли поставленных целей года мира и созидания. Тем самым стали духовно сильнее и еще увереннее. Особенно на фоне событий, которые происходят вокруг нас. С чувством гордости и уверенности в своем завтра мы смотрим на преемников, поколения победителей, патриотов, надевших погоны. Воспитанники Полоцкого кадетского училища беззаветно преданы своей отчизне, чтят память и историю поколений, сохраняют традиции настоящего и прошлого, следуя главной кадетской заповеди. Жизнь Отечеству, душу Богу, сердцу людям, честь никому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова